Так, давайте я представлюсь, меня зовут Володько Александр, проживаю в городе Сочи. И с продукцией, с которой мы работаем, с EnviroTabs, я работаю с самого начала появления этого продукта на территории России. Мы даже регистрировались, когда еще продукта не было вообще. Мы прошли много школ, мы прошли много испытаний, много чего за это время было. Это раз, а во-вторых, до этого времени, я очень долгое время тоже работал с подобного рода продукцией и опыт, ну можно сказать около 15 лет, 15, может даже 20 лет, сейчас точно не буду вспоминать. Я работаю именно на рынке энергосбережений. Поэтому было время, когда я уходил из сети, потому что, ну это было не мое, бады, я профессионально умел продавать эти вещи, но это было немножко не мое. У меня появилась возможность уйти, поработать с энергосбережениями, я ушел. Потом вернулся, потому что нашлась сетевая компания, которая работает с энергосберегающими технологиями. И работать с сетевой компанией, с компанией, которая работает по франшизе, намного выгоднее, удобнее. Тебе, за тебя решают очень многие вопросы компании я. И у меня остается бизнес в чистом виде. Сегодня постараемся мы, план у нас следующий. То есть мы пройдемся пошагово, не углубляясь особо в систему, мы пройдемся, чтобы вы видели картину. Некоторые моменты мы будем брать отдельно. И возьмем отдельно взятый момент, например, работа с близкими и звонки. Коротко я распишу основные темы, как звонить. Потому что, почему это нужно, почему это нужно, необходимо каждому, я тоже объясню. Смотрите, на сегодняшний момент, на сегодняшний момент, если брать систему продаж, вообще как таковую, она очень сильно видоизменилась за последнее время. То, что было актуально несколько лет назад, если брать советские времена или 90-е годы, когда были времена всеобщего дефицита и так далее, это была одна тема. Сейчас рынок перенасыщен, по большому счету. Предложений очень много. Плюс еще интернет открывает просторы для поиска продукции. Если раньше нужно было куда-то идти и смотреть, искать, то ты сейчас, не откатя от компьютера, на тебя вываливается огромное количество информации. Поэтому соотношение цена-качество, она не всегда сейчас является главенствующей. И те, которые, те люди, которые присутствовали до этого на тех мероприятиях, которые я проводил, я показывал, что такое пофиг цена, что это чисто работа на эмоции, да, там пофиг. Вот. Как работать с логической ценой? Ну, как работать с ценой там, где стоимость продукта, который покупается свыше тысячи месячных окладов, это мы разбирать не будем, потому что у нас нет такого продукта. Если кто помнит, что такое пофиг цена, вот эту категорию, вот то, что мы рассказывали до этого, поставьте, пожалуйста, семерочки в чате, чтобы я к этому вопросу не возвращался. Кто не помнит, поставьте ноль, вот, и... Или кто не был на подобных фичах. Ну, в принципе, я пока вижу, те, которые видят, они знают. Хорошо, отлично. Значит так. Ребята, смотрите. Все вы, кто здесь находится, включая меня, мы открыли свое собственное дело. Почему мы это сделали? Что вас подвигло на это? Сейчас. Что вас заставило поднять, ну, искать, по крайней мере? Напишите свои варианты в чате. Вот. Что вас заставило искать какие-то другие варианты? В чем у вас был дискомфорт? Для чего вы сюда пришли? Для чего вы сюда пришли? Вот такой вопрос. Просто тривиальный вопрос. Да, вот я хочу на работу, да? Вот человек приходит, я говорю, хочу к вам на работу. Почему ты хочешь к нам на работу? Почему ты хочешь именно к нам на работу? В данном случае мы не говорим, почему именно к нам, да? Вот, это уже другая тема разговора. Вопрос только почему, да? Потому что все, каждый из вас располагал, большинство из вас где-то работали, где-то имели какие-то источники дохода, зарплаты и так далее, и так далее. Здесь далеко не все сразу были предпринимателями. Аксения не хочет на работу, да? Со словом раб. Увеличить доход. Андрей, Петр, Свобода. Смотрите, дело в том, что люди, которые работают, да, которые имеют зарплату, они нужны обществу, без них никуда мы не денемся. Это уважаемые люди, которые выполняют какую-то определенную работу. Вот. Я прошу прощения, что у меня вот соскочил. Так. Нужны дополнительные деньги. Есть такая возможность. И продукт нравится. Отлично. Свобода плюс улучшение. Улучшение чего? Непонятно. Желание ехать. Желание иметь свой бизнес. Свой бизнес – это свобода. С одной стороны, правильно. Возможность работать в MLM и в бизнесе. MLM, по большому счету, тот же самый бизнес. Он ничем не отличается от линейного бизнеса. Просто часть работы за вас делает компания. Все в этом верно. Действительно, это возможность. Это потенциал. Но имейте в виду, пожалуйста, одну такую вещь. Что здесь два фактора, которые будут влиять на ваше финансовое состояние. Это внутренняя самодисциплина. Это один момент. И второй момент – это внешние факторы. Внутренними факторами очень тяжело себя вытащить. Это вот как Милхаузен себя за хвостик вместе с лошадью вытащил из болота. Это примерно такая же вещь. Сколько бы вы ни ставили снова вот этих целей. По поводу мотивации, по поводу целей мы будем проводить отдельные тренинги. Сейчас я касаться не буду. Скажу только в общем. Самостоятельно эти вещи сделать почти невозможно. Это могут сделать единицы. Знаете, вот как в MLM, как и в любом другом бизнесе, становятся по-настоящему успешными порядка 5%. 3-5% людей. Сейчас несколько больше, потому что появились другие инструменты. И они шли толпой. Единицы из них, это может быть 1%, может быть 0,1%. Это те люди, которые хотят, те, которые смогли и сделали себя сами. Таких очень немного. Поэтому, пожалуйста, не строите иллюзий в том, что вы самостоятельно сможете все эти вещи сделать. Это очень, это возможно. Я не говорю, что это нельзя. Но это очень тяжело. Когда вы идете командой, становится намного проще. То есть вы видите поддержку, вы видите, что люди делают то же самое, что и вы. И когда идет командная работа, объединение 5 и более человек, не говорится о том, что это 10 человек. 10 человек объединились и начинают работать. Это уже соответствует усилиям 100 человек. То есть многократно усиливается вектор каждого. Если говорить там из физики, динамики, вот один вектор, потом второй, третий, пятый, десятый, они вроде бы собираются все вместе. Но когда мы говорим о бизнесе и когда люди включают мозги одновременно и двигаются к определенным целям, то эти усилия усиливаются многократно. И толпа, уже понимаете, здесь те, которые идут и делают достаточно простые шаги, о которых мы сегодня будем говорить, эти люди будут обречены на успех. У них не будет возможности не быть состоятельными людьми. Уровень богатства будете регулировать вы сами, потому что даже при наличии всех инструментов, при наличии всех потенциалов, прочих равных возможностей, все одинаково зарабатывать не будут. Тут идет уже внутреннее состояние человека. И это внутреннее состояние, оно обратно же тоже ломается, меняется, в лучшую сторону. Обратно же, когда мы идем толпой, это раз, во-вторых, для этого будут проводиться специальные тренинги. Для этого идет ломка стереотипов. Понимаете, многие люди, которые сейчас достойны иметь большего, которые и интеллектуально, духовно, и физически, они стоят где-то там, может быть, на достаточно высокой грани, но имеют потолок, который не пускает их дальше. Это их внутреннее состояние, это личное убеждение, это личное воспитание. Тут очень много факторов, которые накладываются. Это телевидение, вот этот зомбоящий. То, что есть покорение, которое сейчас выросло на, ну, скажем, выросло на фильмах Голливуда, да. А там очень хорошо об этом говорится, что все, кто богатый, все сволочи, подонки, негодяи. Вот. И у вас на уровне подсознания забивается то, что быть богатым плохо. Потому что вас будут осуждать то, что вы в большом состоянии не можете заработать легальным путем. Но. Сейчас очень много в жизни меняется. Очень много. Мы сейчас живем, вот знаете, на стыке, на сломе вот этих вещей. Мне, признаюсь, вот с этим делом везет, не знаю, в кавычках, наверное, да. В школе я попал под реформу школы. В армию я попал под реформу армии. В институте я был, первый курс, который у нас был, из которых отпустили, вдали дипломы, развернули, вот, дуйте отсюда, все, свободно. Вот. Мне не пришлось отрабатывать пять лет, как положено, потому что я учился за счет государства. Вот. Потом. Я, когда я попал в бизнес, по мне прошелся тот же самый дефолт. У меня были долларовые кредиты. Вот. Потом. То есть сейчас снова вернулся в МЛМ-систему. И здесь очень мощные, жесткие переломы идут. То, что работало полгода назад, уже не работает. Смотрите. Давайте сделаем следующий момент. Теперь просто будем ближе к теме, а то, что некоторые моменты будем раскрывать. Три года нужно отработать по... Да, это нужно было три, ну, у нас три-пять лет. Ну, сейчас такого нету. Какого года рождения? 69-го. 69-го года, мне сейчас 46 лет. Итак. Давайте мы поэтапно пойдем постепенно, да, чтобы мы сильно не зарывались. А то у нас тренинги очень длинные получаются. Я смотрите, дело в том, что я сейчас очень много обучаюсь. Очень много. Вот до этого времени, до можно сказать конца прошлого года, даже начала этого года, весны этого года, я доверял тем системам, которые были. И эти системы порою и постоянно получалось то, что поднимается, падает, поднимается, падает, расширяется, сужается. И не было стабильного роста. Стабильного роста не было. И даже если шел, например, там рост какой-то, да, вот, рост бизнеса, то он начинается, вот он пошло сюда, по идее, сюда, сюда. Она пусть она будет так идти, да, но она идет вот так. Кстати, видно то, что я здесь малюю? Поставьте плюсики, если видно, и минус, если не видно. Да, еще, я, не, видно, не видно, да? Смотрите, еще такой момент, я забыл сказать, у кого я на экране нахожусь в правом, в левом верхнем углу, два раза нажмите на кнопочку, чтобы вывести меня на середину экрана, чтобы у вас был большой экран. Прямо на этот самый, два раза кликните, и у вас будет, я буду по середине экрана, ну, или почти по середине экрана, то есть площадь будет намного больше. А у кого я на середине экрана, у кого я на середине экрана, поставьте семерочку в чате, у кого я не на середине, поставьте ноль. Давайте, сейчас, что-нибудь подберем в этом плане. Я написал слово тест, а, у всех по середине, да, отлично. Слово тест, видно, которое я написал? Видно, да? Ну, давайте, будем стараться тогда писать побольше, и, ладно, вернемся обратно же. Смотрите, были системы, то есть, когда человек, вот вы, например, приходите на работу, ну, да, да, примерно так, оно и должно быть, то есть, когда человек приходит на работу, ему говорят, делай вот это, делай вот это, делай вот это. когда человек приходит в крупную сетевую компанию, которая работает по франшизе, то же самое, Макдональдс, например, или, пусть, там, Вовей он приходит, для примера, да, там есть люди, которые знают основы продаж, они знают основы бизнеса, они знают, у них есть продающие скрипты, у них есть все к этому делу, да, то есть, готовая схема, и они просто говорят, садись, вот то, что раньше было, да, садись, и говори вот так вот, поднимай трубку, говори вот так-то, встретился, говори вот так-то, и эта тема работала, и поймите, она и сейчас работает, она сейчас работает, но сейчас потенциал возможностей намного больше, это раз, во-вторых, если вы начинаете долбить шаблонами, которыми людей долбили 10 лет назад, 5 лет назад, вот, то, и, если раньше, вопрос такой, тебе интересует, дополнительный доход, либо второе место работы, это было, например, ну, нечто такое, а что это такое, блин, а правда интересно, то здесь, она уже начинает быть замылена, то есть, это говорят все, то, что говорят все, это уже становится, ну, скажем, чем-то народным, она уже не работает, поэтому здесь, приходится свои фишки, значит так, с чего мы начинаем, первое, это, мечта, мечта, сейчас мы будем выходить на доход в 100 тысяч рублей за 2 месяца, без нее, у вас не будет топки, для чего вы нам вылезли отсюда, научитесь мечтать, многие разучились мечтать, совершенно, или, они мечтают именно о том, что, просто действительно невозможно, кто-то на луну слетает, например, еще какие-то вещи, если есть реальная мечта, да, по поводу улучшения качества своей жизни, об этом мы говорили на предыдущих мероприятиях, будем говорить потом отдельно при постановке целей, то, то, мечта, которая уложена во временной промежуток, и добавлена следующая тема, добавлено наказание, наказание за неисполнение, равняется цель, мечта, которая имеет определенный временной промежуток, и, для того, чтобы реально достичь, чтобы это не было, не осталось мечтой, вы должны для себя, придумать наказание за неисполнение, и вот есть такие понятия, мосты сжечь, там, вариантов очень много, об этом тоже мы будем говорить отдельно, сейчас мы говорим только в общем, это появляется цель, без цели, у вас не будет вектора направления движения, вы будете, Броуновское движение у вас будет, туда, 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 там оба классно, вау, побежали туда, пока бежим, блин, добежали, а там уже эта пирамида, блин, рухнула, там классно, вау, побежали туда, и вот толпа начинает летать, запомните одну такую вещь, я об этом уже не раз говорил, что, в этом мире нет халявы, те люди, которые, которым повезло, в кавычках обратно же, вот раз он только пришел в бизнес, да, и всего там 3-4 звонка сделал, хлоп, у него сразу 10 человек, там команда, 300-500 человек, и они уже, они уже на коне, ни хрена себе, как это классно, и так далее, то поймите, что это все, это все, не просто везение, в этом мире просто везения нет, ничего здесь просто так случается, есть причина, есть следствие, и вполне возможно, эти люди до этого, до того, как они пришли в эту компанию, до того, как они пришли в вашу команду, мою команду, они в свое время отработали свою, можно сказать, карму, и они уже просто подошли к тому, что вы им просто-напросто дали тех людей, радуйся жизни, все, ты уже готов, а кому-то нужно эту тему отработать, но, это сейчас делается достаточно просто и легко, сейчас есть готовые системы, есть готовые пошаговые темы, которые, вот как вы пришли на работу, вам сказали, вот это, вот это, вот это, ты делаешь вот эти несколько шагов, и ты приходишь к этому результату, вот, сейчас, мне очень порой тяжело свернуть и сказать за несколько минут то, чего я изучал, вот сейчас пришли тренинги у меня, например, там около 15 часов, это только основы продаж, 15 часов без какой-либо воды, и мне вот это сейчас нужно пропустить через себя и передать вам, ну, будем это делать постепенно, значит, второй момент, так, смотрите, когда у вас есть цель, вы составляете план, значит, что касается цели, мы переработали и сделали, напишите, пожалуйста, троечки в чате, кто знает, что такое 10 шагов в команде мечты или первые 30 дней в сетевом маркетинге, от пола Харрисона, который мы брали и который мы переделали, Юрий знает, два Юра знают, Анара, вам нужно будет обратиться к человеку, который вас пригласил, Петр, я вышел, Эльмира должна была выслать, хорошо, смотрите, там короткая инструкция, она идет как бы общая, там говорится о том, как разобраться своей мечтой, как проработать план, да, как работает система трехсторонних звонков, общая схема, почему мы взяли ее за основу, потому что человек, который ее создавал в чистом виде, он пригласил в бизнес всего 18 человек за год работы, из них 9 человек начало работать, и с этими 9 человеками они выстроили команду в 10 тысяч человек, он в первый год заработал чуть меньше 2 миллионов долларов, компанию он начинал с нуля, то есть вот они пришли, и я скажу больше, что где-то в чем-то они использовали интернет, но не в том виде, как он сейчас, он больше так, информационная тема была, да, они общались через интернет, не было таких мощных там, соцсетей, не было технологий работы в соцсетях, это больше именно общение, вот, в обязательном порядке, те, кто хочет, будем говорить пока о 100 тысячах, в обязательном порядке, запросить у своего спонсора 10 шагов команды мечтой, мы его переработали, потому что была по другую компанию сделана, ну там, изменения только те, что, ну, что-то покупать, что-то не покупать, ну, в таком плане, объем первых закупок, а в целом, общая структура, мы ее взяли за основу. Далее, когда вы составляете план, вы начинаете действие. Действие 21 день, 21 день, я не знаю, какие ученые всю эту тему вычислили, это идет уже из практики, да, что, если вы каждый день, в течение 21 дня, вы будете выполнять определенные действия, у вас вырабатывается навык. Например, если вы начнете по утрам заниматься, делать, там, какие-то упражнения, да, в течение 21, у вас пойдет это в привычку. Человек, который бросает курить, если он продерживается больше 21 день, он уже, по большому счету, избавляется от этой зависимости, я не говорю, от химической, химической, она избавляется раньше, от психологических вещей. То есть, нужно составить план и каждый день выполнять определенного рода работу. 21 день. Если вы сегодня находитесь, вот это, давайте напишем, это финансы, это время, если вы находитесь в какой-то определенной точке, достаточно длительное время, по финансам, и вы хотите изменить что-либо, так, либо так, либо так, тут уже у каждого свое, вот, в этой точке нужно принять решение, принять решение и начать действовать. Другой вопрос, как действовать, это уже отдельная тема разговора. Не говорится о том, что, все верно, не говорится о том, что надо что-то придумывать. Хотите, еще раз говорю, придумывать, здесь возможности, в общем-то, огромный потенциал. но лучше всего начать делать то, что приносит конкретные деньги за конкретный период времени. После того, как вы начнете зарабатывать, да, ищите новые возможности, ищите новые варианты, новые варианты продвижения, движения и так далее. Это хорошо, это классно. Вот. но если вы начнете экспериментировать и в ближайшие 21-30 дней за неделю, месяц, год, вы ни хрена не заработаете, вы скажете, это все говно, товар никому нахрен не нужен, люди этого не хотят, здесь денег не зарабатывают, есть другой вариант, я не для этого бизнеса и так далее, и так далее, и так далее. Все. Человек разочаровался. Вот сейчас, что интересно, парадокс в том, что масса людей, не огромная, конечно, масса людей, но те люди, которые у нас, с которыми мы расстались с кем-то год назад, с кем-то, даже порой, с кем-то чуть больше, которые прошли разные варианты, пощупали, попробовали там, 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 сейчас вернулись сюда и обратно же начинают работать с нами. И говорят, мы перепробовали все, либо там рынок уже забитый, перебитый, нужно начинать полностью с нуля совершенного, вот, либо все это дело там, где обещают халяву, на самом деле это все фигня, то есть, ну, представьте, да, вот если вам говорят, бизнес, блин, супер бизнес, да, ничего делать не надо, вкладывать не надо, приглашать не надо, ты будешь богатым. Парадокс. Если люди не покупают товар, за что мне платят деньги? Если я ничего не делаю, если я не расширяю рынок сбыта, товаров, либо услуг, неважно каких, да, может быть, это информационный бизнес, может быть, это еще какой-либо бизнес, за что мне платят деньги? Просто вложил деньги и сиди, жди. Тут кому-то может повезти. Есть финансовые пирамиды, которые какое-то время держатся, но сейчас, чем быстрее, тем они быстрее рухнутся. Если раньше там МММ, например, держалась несколько лет, вот после этого рухнуло, да, и многие люди, действительно, подняли хорошие деньги на этом деле. А еще больше людей в ДУК въехало. Знаете, еще некоторые вещи по моральным качествам, еще не факт того, что если вы заработаете на том, что другие люди въедут в ДУК, что эти деньги вам принесут счастье. Так, ну не знаю, что там звучит смешно. Ладно, продолжаем. Так, далее. Значит, вы поняли, по поводу действий. 21 день вам нужно будет делать какие-то определенные действия. Значит, давайте, вот так, здесь еще видно, да? Значит, что такое бизнес вообще? Бизнес. Это, это продукт. Продукт, который мы продвигаем на рынок. Мы, например, специализируемся на, мы специализируемся на автомобильной тематике. Но, я хочу обратить внимание находящихся здесь в зале, не игнорируйте то, что есть другая продукция в компании, пользуйтесь ей. Эта продукция пережила, эта компания пережила с тем продуктом не один кризис. Вот, есть у них хитовые вещи. Если вы будете иметь достаточно высокий статус и будете активным дистрибьютором, в вашем городе будут появляться люди, которые хотят приобрести этот продукт. Они обращаются в компанию. Вот у меня таких три случая было. Из них один дистрибьютор и два клиента со скидкой. Один из очень таких активных дистрибьюторов. Вот, с Армавира Виттера. Человек запросил компанию, я хочу работать с вами. Но компания не может подписать их под себя, поэтому они ищут человека, который находится в регионе, ну, с каким-то статусом. Они пишут письмо мне, пишут, что такое-то, такое-то привело интерес к бизнесу. Вот и все. То есть, значит, бизнес чего? Это продукт, это инструменты. об этом поговорим позже, которые, с помощью которых вы продвигаете бизнес. Инструментов огромное количество. Сейчас какую-то часть на себя взял интернет. Это телефон, это личные встречи. В рядах очень много инструментов. Есть некоторые вещи, которые автоматизируют такие моменты. И люди, которые хотят купить. Люди, которые хотят купить. Смотрите, совсем недавно слушал Каз Белановского, да, разница между втюхать, да, кому-либо и продать. Это две огромные вещи. И люди, сейчас, когда ты к ним напрямую обращаешься, многие люди очень часто, очень часто начинают сразу, у них агрессия в каком плане? А, мне хотят что-то втюхать. Мне хотят что-то втюхать. Вот, у них какая реакция. Кто знакомый с этой реакцией, да, защитная реакция, поставьте, пожалуйста, вот плюсики в чате, что это действительно так. А, мне хотят что-то всадить. Причем, я вам скажу, ребята, люди любят покупать, они кайфуют от покупок, люди расслабляются на шопинге. Больше половины товаров и услуг, товаров, да, по крайней мере, продается, это то, что людям нахрен не нужно. Вот, или без чего они могут спокойно обойтись. Но, они все равно это покупают, потому что есть такое понятие хочу. Мне это надо, я это хочу. Хотя, это не жизненно важные вещи. Мы работаем с продукцией, что наша продукция инвара там, серой платинум. Это те вещи, которые реально помогают сэкономить денег. Да, она может быть не жизненно важной, без нее тоже можно обойтись. Вот. Другая продукция, которая есть в компании, это здоровье, это здоровая надежда, питание, и так далее, и так далее, без нее фактически тоже можно обойтись. И здесь, поймите меня, вот здесь начинает срабатывать та тема умения искусства продавать. То искусство, как вы умеете сделать так, чтобы человек хотел у вас купить. То, что вы хотите продать, это понятно. как сделать так, чтобы он захотел купить. Значит, давайте, так, откуда, людей, мы к этому вопросу сейчас вернемся, да, вот, вернее, как, мы будем раскрывать более полную эту тему, и сегодня мы поговорим немножко о телефоне, как основе всех этих вещей. Значит, так, те, которые присутствовали вот раньше, и, может быть, Юрий проводит, показывает такие вещи у себя на презентации, вот, недельное удвоение, да, что такое недельное удвоение. За неделю мне нужно найти одного человека, который бы заинтересовался этим бизнесом, да, вот, ну, здесь, я сейчас говорю только, скажем так, о сети без продаж, потому что здесь мы не будем пока путать эти вещи, да, вот, сейчас покажу красивые цифры, а потом покажу, как к ним прийти. Первая неделя, это вы, первая неделя, это вы, и еще один человек пришел, вас двое, вторая неделя, два плюс два, то есть, вы в неделю одного человека подтягиваете, да, на следующей неделе, вы еще одного потянули, тот потянул, удвоение идет, четыре, восемь, шестнадцать, вот он первый месяц закончился, я вам скажу так, что здесь ни о чем, тысяч пятнадцать-двадцать, если вы работаете только на сеть, только на сеть, да, если вы не продаете оптом, если, вообще продажей не занимаетесь, пятнадцать-двадцать, Это только от сети Если вы занимаетесь продажами Где-то будет порядка 30 тысяч 30 тысяч рублей Дальше Это первая неделя Это первый месяц Второй месяц Первая неделя Там получается Что у нас 36 16 16 32 32 64 128 256 Вот красиво Как бы написано Вот такая вся фигня Что это Но Давайте скажем Будем откровенны Половина Людей Работать Ни хрена не будет Половина Ни хрена делать не будет Вот этот человек Вам приведет Еще пятерых А не еще пятеро А вот эти двое Вообще Полностью сдуются Поэтому берем здесь за основу Что не будет Не 256 человек А только 100 100 активных человек Я сейчас говорю Просто о Мелком Бизнесе О Просто Об активности Я не говорю О больших продажах Которыми мы сейчас учимся Ну не именно сейчас Сейчас мы говорим О Скажем так Частных продажах А те люди которые Сейчас проходят тренинг По продажам Спец тренинг По продажам С юрлиц Там люди конечно будут Там один человек Будет заменять Ну где-то 10-15 Да может быть даже больше Один человек Можно заменять вам И 20-30 И 50 И 100 активных дистрибьюторов 100 человек Я не знаю Насколько там точно Вадим подсчитывал 100 активных человек Вам приносит 6 тысяч долларов Пассивного дохода Если вы даже В чем-то ошибся Пусть это будет 3 тысяч На сегодняшний момент Это 150 Вот скажите Если поставить Если у вас есть Инструменты Если вам говорят Как сделать так Чтобы Тратя Один час в день Давая информацию Пяти людям Всего Да Я сейчас говорю Об общении А сюда мы наложим Еще интернет Там где вы даете Информацию Сотням тысячам человек Скажите Вообще Потенциально Одного человека Реально найти в неделю Поставьте пожалуйста Кучу вас Влизательных знаков Что это вполне реально Для вас Что это реально Нереально да При наличии Конечно инструментов Итак Это действительно реально Понимаете Вот Если вы уберете Внутренние тормоза А внутренние тормоза Вы можете убрать Когда мы в толпе работаем Это раз Во-вторых У вас будут Нужные инструменты И умение И умение Пользоваться Этим инструментом Знание Как им пользоваться Либо Подробные инструкции Как этим пользоваться Например Знаете Вот есть там Анекдот старый Когда Нашему мужику Там дали Взял он Бензопило Да И пошел в лес Рубить Вот Ну и ушел в лес И потом приходит С претензией Говорит Ваша бензопила Ни хрена не работает Там написано Что она валит Должна Заготавливать Там 100 деревьев В день Да А у меня только 30 получается Говорит Верните мне назад Деньги Я Она мне Мне не устраивает Качество Да такого не может быть А какой вы Бензин заливали А что Туда еще Бензин надо заливать Понимаете Наличие инструментов Это еще не факт Что вы умеете Работать с этими инструментами Это мы будем Обучать Конечно Те Которые Будут брать Инструмент Значит Откуда брать людей Люди Такой вопрос Те кто был До этого И было домашнее задание Было домашнее задание По поводу целевой аудитории Хоть кто нибудь Его сделал Кто сделал То домашнее задание Для себя Вы это не для меня делать У меня это все сделано Я продолжаю работать В этом направлении Вот Сейчас у нас тут Новые фишки Поставьте пожалуйста Пятерочку в чате Кто сделал Кто был на прошлом мероприятии И сделал упражнение Хотя бы частично Хотя бы начал его делать У меня сразу вопрос К другим Наталья Исполнительная Девушка Артур Молодец Ребят Ребят Все остальные Вопрос Что вы здесь делаете Зачем Просто послушать Информация Которую вы не примените В ближайшие 48 часов Она вам Или в ближайший месяц Полгода Ну если брать Долгосрочный вариант То полгода Это глубинная информация А так Которая информация Делается сегодня И сейчас Если вы откладываете На завтра Об этом тоже Мы отдельный тренинг Будем проводить Самый страшный Ваш враг В бизнес Это откладывание На завтра Вы будете откладывать На завтра Послезавтра Дальше 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 И вы где были На этой уровне Вы там и останетесь Вы будете мечтать Сюда Останетесь здесь Почему Вот сейчас Та группа С которой мы сейчас работаем Вот после этого мероприятия Мы соберемся Уже в другой комнате Там чтобы можно было Всем общаться Соберется Кто сейчас есть Те кто с нами идет На тренинг И мы с ними будем Уже поднимать вопросы Будем давать задания Устраивать мозговую штурму Включаются мозги Включается видение Понимание этого дела Ладно Вернемся сюда Люди Первые Это знакомые друзья Вот сегодня мы поднимем Только вот эту тему Потому что я сейчас Все распишу Но в основном Поднимем мы только эту тему Вот почему Потому что Если у человека Когда человек приходит В бизнес Он в первую очередь Смотрит Продукции Я Я И люди Которым я могу Это дело запихнуть В первую очередь Он видит Вещь хорошая Надо к друзьям пойти Друзья Они же меня знают Они знают Что я им говно не предложу И Многие Вот на этом Этапе Ломаются На этом этапе Многие ломаются Поэтому вот сегодня Вторая часть Мероприятия Пойдет именно Знакомые друзья И телефонные звонки Потому что Вы с друзьями Не будете Общаться через интернет Вы можете ему ссылку сбросить На интернет Потом после Вы позвонили Ну первоначально Это телефон Почему То что мы сейчас Занимаемся Это вообще бомба Бомба Вот именно работа По телефону Это просто супер Второй момент Это очень важная тема Особенно для новичков Поэтому Те люди У которых есть Свои команды И которые Те люди Которые идут с нами Сейчас Да В тренинге С сайтом С всеми вещами У них Появляются И будут появляться Люди В больших объемах Новые И первое Что вы должны сделать Помочь ему Отработать Вот эту тему Сделать сразу Прививку Чтобы человек Не сломался Здесь Потому что Отказы близких людей Они Не всех вывозят Поставьте пожалуйста Семерочку в чате Если понимаете О чем я говорю Отлично Далее Так Очень хорошая вещь Это рекомендации Рекомендации Фактически Это Вот В одном Связано Далее идут Предприятия СТО Магазины АЗС Это Огромное Огромный потенциал Просто Безобразный потенциал Только вот эта тема Работа с ними Может приносить Вам такие Суммы Но Здесь Мы Сейчас Работаем И Делаем Из людей Профессионалов Мы готовим Готовые скрипты Для работы С юрлицами Если кто Из вас Так Поставьте пожалуйста Пятерочку в чате Кто С нами на тренинге Вот Вы видели Что на последней На последней школе Как Зайти На Как Зайти На Предприятие Через администрацию Городов Мы сейчас будем Составлять письмо Отправлять его В администрацию Городов Потом по этой рекомендации Будем обзванивать То есть И представьте Вот сейчас Раз Два Три Сейчас Трое Четверо Человек Который находится здесь Из тех Которые идут на тренинг Вот это Вместе со мной Пятеро Вот Пятеро человек Вот представьте Что Пять Вместе со мной Шесть человек Шесть администраций Городов Я в первую очередь Буду даже не в Сочи Отправлять А В Туапсе И В Савропольский край Я хочу 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 охватить Несколько Городов Крупных центров Да В десять Рекомендаций От Мэрии Городов Любому чиновнику Потом звонишь Или директору Предприятия И говоришь Я по рекомендации Отрабатываю систему Там Ну По рекомендации Мэрии Потом мне нужно будет С вами переговорить И доложить О том И отчитаться Перед тем Отчитаться Другой разговор Перед собой Но Когда ты козыряешь Верхушкой Там сразу В санишках Становится Тяжко И они идут на контакт Они не могут Не идти на контакт А у нас Экологическая программа Не нужно об этом забывать Нужно Кстати Кто-то из вас Нужно будет Покопаться Немного В интернете Есть Положение Правительства И статьи По поводу Экологии По привлечению Поэтому Вот эту тему Мы на общих тренингах Разбирать не будем Это те Кто идут на тренинг Далее Интернет Интернет Что есть А если Интернет Обратно же Мы обзорно Сейчас эту тему Проведем Сейчас я скажу Обзорно По интернету По интернету Потом мы сделаем Небольшой Пятиминутный Перерыв И закончим Я не хочу Сейчас слишком сильно Растягивать на 3 часа Уважаю ваше время И то что перегруз Он тоже ни к чему Значит интернет Интернет Здесь Целевая аудитория Откуда берется Доски объявлений Доски объявлений Если вы хотите Если вы хотите Если вы хотите Если вы хотите Реально Захватить Здесь два варианта Здесь два варианта Первый Это вы работаете Через ваш личный аккаунт И второй вариант Вы работаете Через группы Как бы тут написать Так Ну здесь Группы Группы Или сообщества Я собирался Открыть это еще На прошлых выходных Руки не дошли На этих скорее всего Открою И я вас всех Буду приглашать туда Заходите Там будет тусовка Приглашайте своих людей Рекламы личной Там не будет Будем стараться Делать так Чтобы не было рекламы Но Там будет возможность Приглашения на Вебинар Через ваш Через ваш аккаунт Я об этом чуть попозже расскажу Это будет в новостях уже Дальше Реклама Реклама Какая есть реклама Есть реклама в соцсетях Есть реклама контекстная Есть реклама тизерная Тизерная это В общем-то Те же самые Тут соцсети Но это уже Несколько другая И есть Ну Сейчас я не беру интернет Есть наклейки На машины Флайрай и так далее Ну к этому От этого мы все постепенно уходим Наклейки на машины Работают Если она красиво Правильно сделана И на Достаточно хорошей машине При правильном подходе Она работает Я в свое время В неделю Мы тогда работали Только с Энверотапсом Две-три упаковки Продавал просто По наклейки на машину Значит смотрите Ну вот Если вы хотите Вот это все делать Здесь Должны быть две вещи Две вещи Первая Давайте я вот так Сделаю Что нужно иметь Это либо Презентация Презентация В режиме онлайн Либо Либо у вас Должен быть Мощный Продающий И рекрутирующий Сайт Либо через презентацию Либо через сайт Презентацию Сейчас на сегодняшний момент Проводит только Юрий Вот И его группа Мы с ним С Юрием Переговорим Я так думаю Что на следующей неделе Я включусь в процесс Но Понимаете Здесь Как приглашать людей На презентацию Мы об этом Чуть попозже поговорим Об этом может вам Юра Много что рассказать У него большая практика В этом плане Вот Либо через Загонять На Также на презентацию Через соцсети Либо через свой сайт Значит схема Для тех У кого Будут сайты Она будет Следующий Сейчас будет Сайты разбиваться На два То есть Один Чисто продающий Чисто продающий Второй Чисто рекрутирующий Но Завязаны Они будут между собой В чем преимущество То есть Мы в свое время Поставили Мощную задачу Сделать И продающий Рекрутирующий сайт Сложно Это раз Во вторых Две задачи в одной Она не выполняется Очень сложно Выполнить Две задачи в одной Поэтому мы Сейчас Я пошел на курсы Те люди Которые меня знают Знают Последний курс На который я пошел Это создание Лейтинга Продвижения В соцсетях И те люди Которые будут иметь Свой сайт Они будут продвигать По готовой схеме Это раз Во вторых У них будет Продающий сайт И готовые скрипты Готовая система Работы То есть человек Вы делаете что Вы делаете Красивый пост В соцсетях Люди Переходят К вам на сайт Люди Переходят К вам на сайт Вот Либо он Там делает заказ Либо он Покупается На халяву Которая предлагает Ему что-то получить Бесплатно Получить бесплатно Если вы хотите Что-то дать Купить Чтобы у вас Что-то купили Дайте бесплатно Мы дадем Информацию Бесплатно В обмен На его Емэл В обмен На его Емэл И он попадает В вашу базу Рассыльщиков Дальше Вы его Начинаете Трамбовать Полезные Информации Ей В перемешку С приглашениями На Презентацию И человек Либо у вас Покупает Все эти письма Будут написаны У тех У кого будут сайты Именно Продающие сайты Они будут Заточены Под наши сайты Те которые мы делаем Понимаете Можно У кого есть желание У кого есть возможности Сделайте Сделайте сайты Самостоятельно Без сайтов Вы сейчас Работать не сможете Вам нужно Заявить о себе В интернете Если вы хотите Много людей Еще Приход Из соцсетей Вам нужно правильно Работать в соцсетях Об этом Мы чуть-чуть касались Но К этому Вернемся Более плотно Более серьезно Что касается Презентации 18-19 Я иду На платный Кастомарафон Двухдневный Кастомарафон Белановского Продажа со стула Там где Учат Профессионально Продавать Товар Профессионально Продавать товар Через Через Онлайн Презентацию Продажа со стула Называется Удовольствие Не дешевое Вот Продаваются Эмоции И хорошие И плохие В первую очередь Плохие эмоции Чтобы человеку Было неуютно Находиться там Где он находится Вот Идти от чего-то Да То есть От чего-то Толкнуться От чего-то Уйти Оставить это Позади Вот Это один момент Вот Что делает Человек И там же Идет замануха Приглашение Человек Попадает Нажимает на ссылочку Да Вы хотите это скачать Или хотите узнать Поподробнее Перейдите Подтвердите Человек подтверждает Самостоятельно Да Попадает к вам В e-mail Таким образом Вы его потом У нас будут готовы Письма Которые будут Человека направлять Письма Будут сделаны В фирменном стиле Они будут оформлены Не просто Знаете Вот как вы Просто переписываетесь Друзьями В этом На почте Вы знаете Вот есть Компания Если вам присылают Какую-то Фирменную хрень Да То они Красиво это дело оформляют Этим занимаются Веб-дизайнеры Бла-бла-бла И так далее У нас это все будет Я уже договорился С людьми Которые будут Эту тему делать Вот Они эту тему Будут делать Не бесплатно Но это будет Бесплатно Для тех Кто будет иметь Свои сайты Вот Некоторые вещи Некоторые соображения Мы будем делать Просто толпой И Они просто Одну вещь сделают Понимаете А те Которые имеют Все сайты Они просто-напросто Туда вставляют Свой Именно свою ссылку И Таким образом Получается Мы загоняем людей На презентации На презентациях Те люди Которые будут Заниматься Продажами Я не буду Там один выступать Те люди Которые захотят Так же Вести презентации Так же вести Обучение Они пройдут Такую же школу Либо я проведу Либо просто дам Им источник Они пройдут И мы с этого темы Начнем Да Петр Скриптов Для Досок объявлений Сейчас Ну Готовых Скажем так Они есть те Которые люди пользуются Да Почему Сейчас Почему Формируются И Обратно же Почему Мы работаем И будем стараться Работать Именно в команде И толпой Сейчас мы собираемся Так ребят У кого какие Объявления На бизнес И на продукт Выкладываем все Вот эта группа Выкладывает Вот эти моменты Мы ищем Те которые работают Потом Подгоняем это Либо подгоняем Сначала даем Теоретическую основу И люди уже на основе Этой теории Начинают выстраивать Снова объявления Их вытаскивают Смотрим как они работают И это процесс Для того чтобы Ваши люди Которые придут за вами Которые придут за вами Они уже не экспериментировали Вы им давали готовый скрипт Вот тебе объявление Вот тебе текст объявления Садись и пиши А я проконтролирую Чтобы это объявление Было в 50 досках Это на продукт Если у тебя есть сайт А у тебя должен быть сайт Значит ты идешь на бизнес Вот это объявление Ты пишешь на бизнес Вот 50 досок объявлений Понятно да Потом соцсети Это посты Их можно писать самостоятельно Можно нанимать людей В любых вот этих вещах Поймите Есть два варианта Либо вы делаете сами Либо вы нанимаете людей Когда вы нанимаете профессионала Вы освобождаете свое время Вы освобождаете свое время Вы освобождаетесь от того Чтобы учиться всему этому Залазить в глубину Но сразу предупреждаю Основы продаж Основы психологии клиента Вот эти вещи нужно знать Если вы хотите самостоятельно Выстраивать какие-то вещи Вот мы сейчас занимаемся Как раз созданием основ Всеми людьми Которые с нами сейчас идут на тренинг Которые работают вместе с нами Поэтому Так Смотрите Вот по этой теме В целом Обратно Это все обзор Здесь все понятно Если понятно Поставьте пожалуйста Троечки в чате Троечки в чате Отлично Теперь ребята Давайте сделаем так Мы уже почти час Почти час Да Давайте мы На 5 минут прервемся 5 минут хватит или 10 Как вам удобнее Вот 5 хватит Да Давайте мы на 5 минут прервемся И потом разберем Вот эту тему Вот эту тему Как работает с этим Я вам расскажу новости Я вам расскажу Дальнейшее наше движение Много времени займет Давайте 5 минут перерыв Сейчас у нас Ровно 55 Ровно в 12 часов Собираемся здесь в кучку Все До связи Собираемся здесь в кучку Продолжение следует...